мы сегодня приехали на улицу любя же угол и беседуем жители здравствуйте что заставило вас пригласить нас сюда ну пригласили у вас сюда по одной простой причине потому причина это строительство капитальное строительство почерпного улицы или даже в чем вызвана необходимость это встреч это в том что вы здесь все являются собственники собственниками домов которые приобретали землю по договору аренде у города по и же с которого там которого а предполагалось то что город должен создать инфраструктуру то есть просто провести свет воду сделать дорогу за все то время в котором не живем не дорогу они нам не провели свет мы проводили своими своими силами и ту же самую воду у каждого где такие свои скажем струизованного водопровода есть сколько времени это длится мы осваивали все это дело своими силами пока строились и это с 13 года начали вести уже документальную переписку с администрации города вот такая хорошая папка уже набрала из более трех лет уже общаетесь до более трех лет мы уже общаемся и диалог у нас выстрелился сначала из того что сначала нагрели что у вас здесь улице никакого нету дороги у вас нету но течение там года мы добивались того что все таки нам признать что да эта дорога да эта улица после этого мы общались уже опять-таки с администрацией и добились того что нашу улицу внесли в программу транспортной инфраструктуры развития транспортной города Русахалинска в рамках которой в 16-м году должно было произвести проектирование улицы а в 17-м году строительство то есть вы должны были получить полноценную улицу с тротуарами с фонарями с твердым покрытием совершенно верно что в итоге в итоге ничего не происходило а в 16-м году мы написали обращение в прокуратуру в рамках которой прокуратура провела проверку и вынесла два представления в сторону администрации города где обязала ее построить улицу однако исходя из последнего ответа который мы получили на сегодняшний день там говорится следующее что администрация не собирается строить город строить дорогу и мотивирована тем что наша улица не является социально значимым объектом хотя на данной улице расположено более 50 домов практически каждом доме проживают дети простите здесь живут южсахалинцы как вы видите мы все южсахалинцы улице не социально значимый объект они как ответили ну как-то да вот так вот они ответили мы можем предоставить это хорошо то есть у нас складывается такое мнение у всех жильцов что вот благоустройство дворов дворовых территорий в городе это социально значимые объекты а строительство улицы на которой расположены частные дома это не социально значимый объект и на нее его можно не строить мы не просим город убирать наши дворы мы не просим их приводить в порядок потому что это наше личное хозяйство конечно да однако та инфраструктура та дорога которая здесь есть это все-таки ответственность города и город должен ее построить скажите а город включал вашу дорогу какой-то план может реконструкции развития строительства они не несли ее в программу внесли программа не вначале программы сейчас мы получаем ответ что нашу улицу вообще туда исключат основания какие-то указывают не социально значимый объект не цель значимого отсутствие денег вообще что это за формулировка такая не социально значимые раздавали но это очень хороший вопрос на самом деле нужно дать городу а именно даже не на эту администрацию верхушки города нашего там мэру дď drives am ram что значит? социально значимый объект или социально значимый объект? там где люди проживают и ведут свою ежедневную деятельность это не социально значимый объект где живут дети и где живут старики это не социально значимый объект? То есть, если я правильно понимаю вы на себе вот все жители этой улице почувствовали такого в разделении немножко? да где то есть территории которые худо бедно мы развиваются но однако ваша выпала из поля зрения на выполнение? 멋있重要ично так и то есть нам говорят да мы вам построили улицу 1 октябрьскую хорошо построили но вы же построили для всех не только для нас сейчас мы просим вас благоустройки нашу улицу именно уже непосредственно к домам что вы намерены дальше делать ну а нам в принципе не так много вариантов остается руки опускаются руки ни в коем случае не будут опускаться то есть в жизни дети растут за них хотя бы бороться будем дальше писать письма как и прокуратуру и будем обращаться к коллегу николаевич надеюсь он нам будет помогать то есть вы считаете что на уровне муниципалитет эта проблема уже не решена и не будет решаться и видимо один выход это обращаться к руководителю региона алексей ну исходя из сегодняшней ситуации как обстоят дела в нашем городе мы видим что программа благоустройства дворов в городе она работает большей части она работает возможно того что она идет под патронажем нашего губернатора возможно если губернатор обратит на внимание на нашу улицу которая есть во всех сметах есть во всех программах может тогда начнется эта стройка или по крайней мере разработка проекта сметной документации на сегодняшний день никакой работы не ведется скажите а вот вы нам предварительно рассказывали о том как город путался в определении размеров вашей улице что там происходило ну совершенно да есть такой момент когда последнее вообще сообщение на ответ администрации нам сказали что наша улица довольно таки узкая она ее размеры в среднем до пяти метров если хотите мы можем взять рулетку пойти померить для принципе жильцы подтвердят что наша улица она гораздо более пяти метров нет ни одного такого места где ширина составляет 5 метров она и протяженности что-то были спору да у вас по протяженности да это опять таки было упущение администрации изначально нашу улицу даже угол измерили и занесли в программу на расстоянии пятьсот шестьдесят метров однако в дальнейшем измерив размеры и мы написали точнее сказать что на самом деле улице не 560 метров а 800 метров но вроде как на заверии что изменения несли программа однако мы так и не увидели на самом деле то есть кое-что там до сих пор еще 560 метров получается так что даже если они начнут строить часть улице будет асфальтирована часть улице опять таки брошенную скажите пожалуйста вот под всеми теми ответами которые вы получали наверняка есть исполнитель вы можете назвать ответственных лиц по сути как вы знаете то есть писал ситуация такая складывается что могут из общего скажем анализа тех документов ответов которые мы получили органы или подразделения которые непосредственно должны отвечать работу допустим департамент городского хозяйства да они свою функцию выполняют более-менее хорошо в нашей по нашей улице происходит очистка улицы происходит отсыпка улицы в осенний и весенний период насколько они могут это сделать но вот процесс утверждения финансирования и строительства улицы это уже не в рамках департамента городского хозяйства насколько мы поняли это вот на уровне уже пятки где-то вот высшего менеджмента муниципалитета где мэр вице-мэры то есть мы несколько раз пытались понять на какой стадии наша улица выпадает из бюджета на следующий год чтобы ее внесли когда хотя бы разработать проект смертной документации не дгх не укс никто не может нам дать точного ответа мы не знаем если я правильно понимаю тут уже вопрос стоит об организации взаимодействия между подразделениями между администрацией между городской думой видимо так здесь какое-то знаете больше желание нежелание будем мы строить мы не будем устроить социально значимый объект опять-таки не социально значимый объект интересная формулировка нет у нас значит нам можно не асфальтировать а кстати что у вас садику садик у нас через несколько улиц впереди там вроде как за асфальтировали уже в этом году вот но немаловажный факт по нашей улице проходит половина октябрьского который здесь живет на остановку которая находится на ленина вон напротив сетимола вот и все люди с детьми утром вечером идут через нашу улицу как бы да сейчас зима хорошо ровненько все гладенько наступает весна осень дожди все размыто грязь люди по этой грязи идут но все это не социально значимый соответственно уворачиваться за автомобилей естественно конечно автомобили все это разжиживают все это тянется к нам на территории ну и вот так вот происходит сложно порядок конечно вдове навести если грязь на саму а тут уже лицей дайте по смешного доходу на чтобы вот дети пришли от одного дома в гости им приходится в осенний период летом одевать сапоги и пройти чтобы не не испачкаться понимаете а когда сухая погода стоит здесь стояли на машине такая пыль стоит столбом что некоторые люди уже ну понятно без исходности они начинают поливать самостоятельно поливать дорогу тем самым опять-таки с тобой конфликтует опять-таки грязь не поливает разводят грязь вот но с другой стороны вот такой момент есть но я хотел бы еще добавить такой момент что в принципе то есть на регламентирующие документы когда будет допустим такие как градостроительный план вот это документ на уровне правительства изданный соответственно есть наверное градостроительные планы и города которые регламентируют наличие улиц наличие освещения на тех улицах изначально до того момента когда мы начинаем строиться но мы уже как бы люди достаточно активные и будем говорить сильные да на тот период когда мы производили стройку не ходила тяжелая техника мы как бы мирили с этим вопросом не решали эти вопросы самостоятельно но на сегодняшний день мы построились и если взять кусок улицы вот от этого дома и в ту сторону это метров наверно 250 300 на вот она практически благоустроена есть канал значит есть соответствующие переходы во дворы устроены то есть мы это все сделали сами за свои деньги капитально отсыпали и скальным грунтом насколько могли потом щебнем отсыпали и сейчас уже как бы нам но в некоторой степени каша поддерживают ее вот но мы считаем что это недостаточно со стороны города сказать что пора бы уже как-то бороду проявить конечно конечно на той стадии как когда мы строились моего города ничего не просили ну на сегодня мы построились и мы какую-то инфраструктуру здесь создали ну помогите нам завершить это делать что вы получите культура арендные платежи за свои участки ну конечно не что раздельный мы платим налог за дом при этом мы живем вот у нас единственный фонарь на нашей улице то есть у нас километр улица примерно это единственный фонарь который стоит на территории но он освещает как бы кусок и речь еще идет о и о безопасности вечернее время естественно конечно ездит машина но при этом также учат зима темнеет рано идут дети со школы там не знают с учебных каких-то других заведений при этом не тротуара ничего как бы обезопасивающего нет да и благоприятствует криминогенной установки невозможно сделать мы обращались в южно-этические сети которые курируют они стали что пока официальная улица не будет введена в эксплуатацию никакого освещения в принципе не не может быть у вас нет улицы они сказали то есть нам нечего освещать до города нам нечего освещать потому что у вас нет улицы будет улица по документам будем делать освещение поэтому все освещают прилегающие к своей территории участки как могут за свой собственный счет естественно электричество свои я тогда вернусь еще раз к вопросу вот из последних новостей что у вас что удалось добиться и чьи ответы получить на каком этапе сейчас находитесь домой получается сейчас остановились на таком этапе что последнее письмо говорят о том что господа у вас не будет улице вас не будет дороги вот есть направление она у вас останется департамент городского хозяйства сколько может благоустроить вашу улицу он ее будет благоустроить отцепать чемпион поддерживать рабочем состоянии но обычно ссылается на отсутствие каких-то денежных средств дефицита бюджета в вашем случае недостаточное финансирование а в связи с отсутствием социально значимых объектов на вашей улице стройковой улице здесь как бы не целесообразно ответ так мы в то же самое время видим на как администрация проводит конкурсы придется призывается привозит архитекторов московский да где они собираются изменить план города что перенести внести вокзал переноси это довольно существенное финансовое влияние влияние вливания мы не просим этого мы просим всего же сделать и благоустройки 800 метров дороги это знаете иногда даже смешно доходит до того что вот рамзан кадыра в чечне они за сутки построили два километра дороги для того чтобы один мальчик мог один школу ну наверно это показатель здесь 800 метров дороги и мы уже практически тринадцатого года шесть четыре года мы пишем четыре года напишем не можем добиться ну подводя итоги нашей встречи мне кажется жители не просят на этой улице поставить какие-то скверы хотя могли бы они появиться бы не просят поставить фонтаны скамейки какие-то вычурные архитектурные изобретения но наверное стоит прислушаться к тому что хотя бы дать возможность получить им твердую дорогу достойные тротуары и освещение это тот минимум который можно не рассчитывать я думаю что раз уж мы сюда приехали и у вас подключили скажем так вашей проблеме а может быть вам удастся достучаться до тех кому вы пишете через наш портал то есть может быть вы обратитесь прямо здесь и сейчас со своим обращением и донесете то что хотите сказать уважаемая администрация города жители улицы лебяжий угол все вместе обращаемся к вам пожалуйста обратите внимание на нашу улицу примите все-таки действующие меры и внесите данную улицу в проекты бюджеты вы хотите и сделайте все таки твердое покрытие асфальтировано сделать освещение мы не просим сделать здесь двухполосную дорогу магистраль какую-то поставьте твердое покрытие асфальт сделайте тротуары хотя бы с одной стороны сделать и дренажные каналы и освещение все что мы хотим это 800 метров это ни километра не два не три чтобы жители дети нашей улицы ходили по твердому покрытию чистые красивые в городе вы тоже ходите по красивым дорогам по асфальту почему мы должны ходить по земле ну а мы будем следить за тем как развиваются события на улице лебяжий угол да я предполагаю я предполагаю да мы будем следить за развитием событий